Заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов посетил столицу региона. В рамках рабочего визита он оценил готовность подразделений, федеральной и региональной службы спасения. Навигация близится к завершению. В этом году появление льда на Печоре в районе Наринмара ожидается 22-25 октября. Ограничения, снятые для жителей округа, которые едут на лечение или обследование за пределы своего муниципалитета или региона, упростили порядок предоставления компенсации стоимости проезда. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. Готовность подразделений, федеральной и региональной служб спасения в Ненецком округе находится на высоком уровне. Об этом сказал заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксенов. Минувшие выходные с рабочим визитом он посетил Наринмар. Помимо осмотра оснащенности региональных спасательных служб, Владлен Аксенов принял участие в торжественном мероприятии к 85-летию гражданской обороны. Повод для торжественного выноса знамени МЧС России по Ненецкому округу весомый. В Наринмар с рабочим визитом прибыл замминистра МЧС России Владлен Аксенов. В год 85-летия создания системы гражданской обороны России он обратился к тем, кто выбрал своей профессией защищать население родной страны. Сегодня действительно гражданская оборона – это мощная система, включающая огромный материальный, технический, а также человеческий потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан, опасности, возникающих при военных конфликтах и от угроз природного и техногенного характера. Этот год – юбилейный для сил гражданской обороны, для всей нашей страны. Своё 85-летие отмечает система, ставшая одним из гарантов безопасности государства. По традиции в юбилейные даты вручают награды. За многолетнее безупречное служение, заслуги и личный вклад в развитие системы гражданской обороны Владлен Аксенов вручил окружным спасателям памятные медали – 85 лет гражданской обороне. Также замминистра вручил медали за пропаганду спасательного дела. Всего по случаю юбилейной даты награды получили 15 окружных спасателей. Как отметил вице-губернатор Нинецкого округа Сергей Боенко, сегодня все мероприятия ведомств направлены на спасение жизни и здоровья граждан. В этой профессии не остаются люди, чувствуя, безразличные. За то, что в течение службы весь свой опыт, знания, силы использовали максимально для достижения поставленных перед вами заданий. В каких условиях работают спасатели, замминистра увидел в ходе посещения Арктического спасательного центра и поисково-спасательной службы. Снаряжение для водолазных работ, серверное, комната для физических занятий, диспетчерский центр и учебный класс. В нем будут обучаться специалисты и руководители дежурно-диспетчерских служб региона. В ноябре такие курсы пройдут 11 человек. Установлен еще программный комплекс имитации различных сигналов с датчиков. Возможность программировать 6 датчиков. Там, например, пожарные сигнализации, датчик разбилось окно. Показали спасатели и технику высокой проходимости. В частности, заместитель министра посетил пункт подвижного управления, созданный на базе автомобиля «КамАЗ». По итогам визита в Ненецкий округ Владлен Аксенов отметил, готовность подразделений федеральной и региональной служб спасения находится на высоком уровне. Валентина Чибичек, Иван Кутейников, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Появление льда на Печоре в районе Наринмара ожидается в этом году 22-25 октября. Об этом говорится в обзоре состояния рек Севера Европейской части России, подготовленном Северным управлением по гидрологии и мониторингу окружающей среды. В прошлом году Печора в районе столицы Ненецкого округа стала покрываться льдом 31 октября. В обзоре отмечается, что летний период на севере европейской территории страны был дождливым. На реках прошло многочисленное количество дождевых паводков с различной интенсивностью и продолжительностью, что вызвало превышение уровней воды над нормой на 1,5-3,5 метра. Прогноз погоды на октябрь не обещает резкого притока холода на территорию североевропейской части. Переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям предполагается во второй декаде месяца. В начале второй декады возможно кратковременное появление льда на отдельных участках рек восточной половины территории. Печора и ее притоки Мизень, правые притоки Вычигды. Появление льда на реках ожидается в третьей декаде октября и первой декаде ноября. В случае поступления на территорию теплых воздушных масс после начала ледообразования на отдельных участках рек возможно прекращение появления льда либо частичное освобождение от льда, говорится в обзоре Севгидромета. Для жителей Ненецкого округа, которые едут на лечение или обследование за пределы своего муниципалитета или региона, упростили порядок предоставления компенсации стоимости проезда. Соответствующий документ принят администрации округа. Новый порядок снял ряд ограничений, связанных с транзитными перелетами пациентов из Ненецкого округа. Например, если пациент купил авиабилет в Москву или Санкт-Петербург через Архангельск, это не будет считаться отклонением от маршрута, как это было ранее. Компенсация начисляется только по экономичному тарифу в 100% размере, в том числе и при предоставлении билетов в бизнес-класса. Также новая редакция постановления устанавливает конкретный срок перечисления средств гражданину. Деньги должны поступить не позднее, чем через 20 дней после выхода распоряжения о предоставлении компенсации. Ранее этот срок не был регламентирован. В то же время решение о предоставлении или об отказе в компенсации затрат на дорогу принимается в течение 30 рабочих дней. Компенсация транспортных затрат полагается всем жителям округа, которые направлены лечащим врачом для получения специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи, консультации или медицинской реабилитации в медицинские организации за пределами региона. Кроме того, согласно этому же порядку, жителям сельских поселений транспортные расходы компенсируются при направлении на лечение в окружную столицу. Порядка 600 случаев ОРВИ зарегистрировано на территории Ненецкого округа за минувшую неделю, в том числе 453 случая ОРВИ у детей. Показатель заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями составил 135,0 на 10 тысяч населения. Эпидемический порог превышен более чем на 2,5%. Наиболее интенсивный рост заболеваемости ОРВИ отмечен среди детей от 3 до 6 лет. Недельный порог заболеваемости превышен на 36,7%. На Редмаре и поселке Искателей в совокупности показатель заболеваемости превышает пороговое значение на 2,9%. По сравнению с 39 неделей текущего года заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилась более чем на 9%. Напомню, в период подготовки к эпидемическому сезону ОРВИ и гриппа планируется привить 17 600 человек. Из них взрослых 12 тысяч, детей 5 600. Шашлыки, активные игры и песни у костра. В окружной столице прошел семейный пикник, совместное мероприятие для воспитанников детского дома и активных семей Наринмара. Чем пахнет Арктика? Ответ на этот вопрос знают участники мастер-класса, которые накануне под руководством опытного парфюмера создали свои духи Арктики. С шашлыками, играми на свежем воздухе и душевными разговорами. Таким выдался семейный пикник, организованный уполномоченным по правам ребенка в Нинецком округе Римы Галушиной. В нем приняли участие воспитанники детского дома. А для того, чтобы пикник получился по-настоящему семейным и уютным, к ребятам присоединились несколько активных наринмарских семей. Несколько часов на природе прошли весело и непринужденно. Можно даже немножко развернуться и бросать вот так вот. Нет, вот так. Такая рука бросает, то плечо впереди. Пока женский состав отдыхающих проводит время на полевой кухне, отвечая за сытный стол, мужчины взялись за тренировку детей. И если в дартсе их есть чему получить, то в футболе воспитанникам детского дома в этой компании нет равных. На семейный пикник в этот субботний день пригласили восемь ребят из детского дома. Среди них ей Варя Лаптандер. Девушка учится на первом курсе в социально-гуманитарном колледже профессии воспитателя и очень любит отдых на природе. Отлично. Вообще здорово так. Даже не знаю. Как-то так все весело. Все очень нравится мне тут. Атмосферу уюта и тепла в этот день для ребят создавали несколько наринмарских семей. На предложение уполномоченного по правам ребенка принять участие в пикнике откликнулась и Елена Субыч вместе со своей маленькой дочерью. Они так интересно наблюдают за общением. Мы же с детьми со своими постоянно контактируем, общаемся. И я заметила, что девочки с таким интересом смотрят на меня, на мою дочь. Но я думаю, что это очень важно, потому что в последующем они все равно будут создавать свои семьи. Им нужно откуда-то брать, черпать вот эти семейные отношения, близости, когда проводим время на природе, когда в неформальной обстановке. Показать детям пример дружной и благополучной семьи, которая умеет отдыхать и полезно проводить время – это и есть одна из главных целей этого мероприятия, рассказала уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. На таких мероприятиях, конечно, они получают вот этот необходимый социальный опыт для того, чтобы в будущем они могли создать свои благополучные семьи. Мы здесь не просто развлекаемся и едим шашлыки, мы здесь непосредственно, конечно же, проводим еще и работу, направленную на дальнейшую профориентацию. То есть мы разговариваем с детьми, спрашиваем их, чем они интересуются, направляем их, даем какие-то советы определенные, житейские. Поэтому я думаю, что это все останется вместе с ними и я думаю, что это позволит им в дальнейшем более успешно социализироваться в обществе. Завершился семейный пикник. Песнями у костра под гитарой их исполнил известный в округе бард Илья Чупров. Этот насыщенный на эмоции день стал для ребят примером дружбы, сплоченности и взаимопонимания. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ханты, Манси, Селькупы, Сами, Чукчи, Якуты и Эвенки. Такое созвездие северных культур можно было наблюдать в эти выходные. Творческая звезда под названием «Аргиш Надежды» вновь зажглась на фестивальном небосклоне Дворца культуры Арктика. Звуки старинного хантыйского музыкального инструмента тумрана, самские этнические песни, эвенкистские танцевальные ритмы удалось увидеть и нашей съемочной группе. Самый маленький артист из фольклорно-этнографического семейного ансамбля «Сума Тнуф», что в переводе «Березовая веточка», с первых минут покорил сердца окружной публики. Общий стаж выступления четырехлетнего малыша из Салихарда более двух лет. Даже за кулисами Мирон ведет себя с достоинством, как и положено наследнику древней хантыйской культуры. «Как у тебя настроение? Мирон? Мирон. Хочешь я? Ям. 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 Это значит, что я еще ям». Семья Вальгамовых играет не только на обувням. В арсенале представителей хантыйской культуры множество национальных инструментов. Один из них – губной язычковый инструмент из кости «Тумран». На нем на открытии фестиваля сыграл папа-малыша Валентин Вальгамов. Валентин Вальгамов – руководитель семейного ансамбля «Сума Тнуф». Вместе со своими родственниками-артистами не только играет на национальных инструментах, но и показывает обрядовые танцы, исполняет народные песни. Творческая семья неоднократно удостаивалась звания лауреат и дипломант на многочисленных фестивалях и конкурсах. На протяжении многих лет на одной сцене с ним выступает любимая супруга Анжела. Я, допустим, представляю культуру Сынские ханты, горная река Сыня, расположена в территории Шурешкарского района, на границе с Коми-Республикой. Анжела самородом с поселка Катравош – это горная река Сопь. Она немножко чуть-чуть севернее приполярного Урала стекает. Вот она с этой горной речки. У нас небольшая разница в диалектах. Язык у нас один хантыский, но есть небольшая разница в диалектах. Допустим, у нас в Абгорте на Сыне употребляют слова с буквой Ш, у них на горной реке Сопь эти же слова употребляют с буквой С. Еще одну северную культуру представила исполнительница самских песен Марина Гринчук из Мурманской области. Она дала возможность зрителю послушать не только этническую музыку, но и звуки природы. Кроме представительницы из Мурманска, в этом году в гости на Аргиш Надежды приехали коллективы из Якутии, Чукотки, Архангельской области, Республики Коми. Благодаря им с главной сцены прозвучали песни Силькупов, Саами, Чукчи, Якутов и Эвенков. Такой калейдоскоп культур специально для Аргиша привезли организаторы фестиваля «Этнокультурный центр». И, конечно, это все коллективы, которые хотели, они к нам приехали из разных арктических регионов. И мы считаем, что нам не хватает времени, потому что мы хотим больше общаться, много выступать. Конечно, все номера не попадают на концертную программу, но, тем не менее, возможно, будет заложена основа для дальнейшего сотрудничества. Действительно, времени показать все многообразие культур, как оказалось, мало. Несмотря на то, что фестиваль проводился в течение двух дней и включал в себя мастер-классы, квесты, презентации, выставки и дефиле головных уборов. На северном показе со своими работами выступили и местные дизайнеры. Одна из них – Светлана Михеева из поселка Харута. Шапки, сшитые из меха-лицы, куницы и песца. Всего в рамках дефиле было показано более 30 головных уборов. Увидеть всю красоту северной культуры за два дня смогли более 300 гостей праздника. В этом году Аргиш Надежды был приурочен к Году экологии в России и Году добра в Нинском автономном округе. И прошел под девизом «Добрая энергия Арктики». Впервые многочисленные гости фестиваля Аргиш Надежды смогли не только увидеть многообразие Севера через песни и танцы, но даже ощутить его аромат. На Ринмаре в рамках межрегионального праздника работала парфюмерная лаборатория, где жители региона создали свои духи Арктики. Чем пахнет белая макушка земли, узнала Любовь Пермякова. Она, по-моему, капала, а потом снова куда-то пропала. Капля за каплей и в руках прекрасной половины человечества рождается новый аромат. Пять участниц мастер-класса «Духи Арктики» сегодня сами сочиняли свою ароматную историю. У меня там лимон, роза, фиалка, смородина, серы, манго, бельгамот. Угу. А какой у тебя аромат получился? Ну, такой вот очень сладкий. У кого-то он получился сладкий, кто-то почувствовал в дыхании Арктики морозную свежесть или даже запах цветущей тундры. Вот у меня, например, я сегодня тоже участвую в мастер-классе, у меня это свежесть, но свежесть не ледяная, а свежесть трав, свежесть леса нашего, леса тундры даже скорее, да. То есть вот у меня такие духи. Ты своим ароматом довольна осталась? Пока да. Я еще не до конца поняла, но пока довольна. Это на первый взгляд кажется, что создать духи очень просто. Стоит только размешать эфирные масла с парфюмерной базой и синтетическими душистыми веществами. Но это совсем не так. В древнейшем виде искусства, по словам парфюмера из Санкт-Петербурга Натали Светлой, важно соблюдать не только пропорции, но и алгоритм. Смотрите, когда все компоненты мы уже добавили, берем палочку и перемешиваем. Душистые вещества должны хорошо перемешаться и раствориться, чтобы звучать красиво. После этого стакан ставим, его представьте, что он прилип, мы его не трогаем. Палочкой надо взмахнуть. Создание парфюма сродни колдовству, а взмах волшебной палочки – это один из последних этапов в создании получившегося аромата. И возможность, если нужно, добавить в него последние капли. У нас сейчас еще есть возможность, мы будем доводить до нужной концентрации, поэтому чего-то можно будет добавить. Ну, вообще, изначально состав писала так, что оно звучит очень гармонично. Мне нравится. Мне тоже. Да? Да. Наталья Светлая – один из профессиональных парфюмеров в России. Она создатель ароматов «Бандитка», «Кофе-ваниль», «Сказочный лес» и «Русская кожа», которые уже знает и успели полюбить ценители запаха. Кстати, она создает еще и персональные духи. Раньше это было возможно только во Франции, чтобы человек поехал и заказал себе персональные духи. Сейчас это можно сделать у нас в России. Я провожу мастер-классы, я провожу еще обучение в школе парфюмеров. А самый, допустим, необычный аромат, который вас просили создать, можете вспомнить? Они все необычные, абсолютно все разные, все необычные. У каждого своя история, каждый приходит, рассказывает причину, почему ему надо иметь именно свои духи. Кто-то говорит, что мне надо духи, чтобы они были моей визитной карточкой, чтобы я пользовалась там ими всегда и везде, и по ним меня узнавали. Теперь визитная карточка, благодаря парфюмеру Наталье Светлой, будет и у нашего округа. Такого подарка в истории региона еще не было. Парфюмер из Санкт-Петербурга Наталья Светлая привезла для нашего округа эксклюзивные духи. И теперь Арктику можно будет не только посмотреть, но еще и понюхать. Как признается парфюмер, чтобы создать именные духи для Ниньского округа, ей пришлось сделать невозможное – почувствовать запах Арктики за тысячи километров. Этот аромат я создавала еще не побывав здесь, поэтому я создавала Арктику, как я ее представляю. То есть для меня Арктика – это аромат древесный, холодный. Здесь есть много мхов, дубово-мох, древесный мох, древесные ноты, пихтоможжевельники, кедры. Здесь есть еще, чтобы этот аромат был такой для мужчин и для женщин, здесь есть и цветочные ноты. Ну и он очень холодный, влажный. То есть много аквадических, много древесных и много таких мшистых нот. Наталье Светлой раскрыть в аромате Арктику удалось, как, впрочем, еще 15 участникам мастер-класса. С собой они унесли по 10 миллилитров созданного ими парфюма и неизмеримую любовь к родному краю, которая уместилась в одном флаконе. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.